Дорогие братья и сестры, я наберусь такого дерзновения, сделаю краткий обзор того общения, которое у нас уже прошло. Первый брат говорил о принципах благовестия. Приводил примеры, там вот за Нанью говорил, за Филиппа говорил. И говорил о принципах, как мы должны благовествовать. Второй брат говорил о свидетельстве или о благовестии в УЗах. И немножечко рассказывал за Колю Мельникова. А я хочу сказать, как моя судьба была связана с Колей Мельниковым. И один примерчик рассказать, так чтобы он был в тему нашего общения. Я лично Колю Мельникова при жизни не видел. Хотя живем там и недалеко, он с Донецкой области, с Мариуполя. Ну а я тогда жил в Ростовской области, а вы тут в Луганчане, все тут рядышком. Он умер, когда мне было 11 лет. Перед смертью он был у нас в шахтах. Ну или меня не было тогда на собрании, или... Ну я не помню этого случая. По-видимому, у меня нет. 10 лет, это я уже 11 лет, и я уже запомнил бы, конечно. Это вот не так, не задолго перед смертью. Но когда меня призвали в армию, когда я уже был юношей, я попал служить в армию в тот город, где Коля отбывал ссылку. То есть Канск Красноярского края. Правда, к моему стыду я от слабенькой географии знаю, что я такого города до армии не слышал, что вообще есть такой город. Когда был в призывном пункте в Ростове, а сестра моя родная проезжала каждый вечер, там еще дня 4 мы ждали отправки, когда будет воинский эшелон в Сибирь отправлять. И она каждый день проезжала, узнавала, отправили меня, не отправили. Так мы пообщаемся через забор немножечко. Ну я ей говорю, что сержант, хотя им не разрешают говорить, но он нам по секрету сказал, что мы поедем в Красноярский край, Сибирь, город Канск. Я ей сказал, что в Канск поедем. А следующий день она проезжает и говорит, я когда маме сказал, а мама говорит, так там Коля Мельников на ссылке был, там есть церковь. Ну хорошо, слава Богу. И так я, началась служба, и у меня в первую очередь стоял вопрос найти церковь, потому что я уже знал, что здесь есть церковь. Ну и нашел я эту церковь. Ну какая церковь? Сегодня она по-другому смотрится. Сейчас там два служителя в этой церкви построили молитвенный дом. Я год назад был там в этом городе, был в церкви. Вот, а тогда, когда я призвался, это был 80-й год, там церковь была такая, ну, наверное, человек 30 членов, три брата, нет, четыре, четыре брата было. Двое ровесники отцу Батурина Николая Георгиевича, кстати, Батурин с тех краев, то есть в то время им было по 93 года. Один руководящий брат, ну, из новообращенных, лет 45, он бывший пьяница, ну, теперь уже христианином, хороший христианин стал, он был руководящий в этой церкви. Три человека молодежи, одной 65 лет, одной 35, и у нее сын маленький был, и одной 24 года, а остальным за 80. Ну, и семья одна многодетная, у них было 11 детей, вот это еще четвертый брат, жена его, им так чуть за 40, и 11 детей. Вот такой состав был в церкви. Там и до Коли Мельникова, и после Коли Мельникова, два пресс-фитера не было. Сейчас там есть два пресс-фитера. Братья переехали с Кемерово. А тогда вот Коли Мельникова там рукополагали. И вот один случай я хочу рассказать. Потом я часто бывал в этой церкви. Кстати, мое служение с детьми начиналось вот в Каннске. Там вот эта большая семья, 11 детей. И я стал с ними заниматься, когда служил в армии. Ну, моя армия позволяла это делать. То есть время было, возможность была такая. И вот один случай. Я утром на собраниях не бывал в воскресенье, потому что в воскресенье усиленный контроль, чтобы солдаты в самоволки не уходили, ну, где-то до обеда. А на вечернем собрании, почти каждое воскресенье был на собрании. А в будень день, то есть на неделе, каждый вечер я мог иметь общение. Ну, так мы с Ировки проводили, там общение с подростками, с детьми. Вот однажды я прихожу вечером в воскресенье на собрание, а мне говорят, сегодня такой интересный случай произошел. И рассказывают. Пришел один человек. Ну, редко ходят, в те времена редко так неверующие ходили на собрание. Ну, его видно, что он неверующий человек. Ну, его пригласили, он так с краюшкой сел, до конца собрания посидел, закончилось собрание. Спрашивает. Скажите, а это та церковь, куда ходил Коля Мельников? Они говорят, та церковь. Я вас очень сильно искал. Скажите, а где мне можно увидеть его, Колю Мельникова? Они говорят, а почему вы его спрашиваете? Он говорит, я вам расскажу. Ну, вы скажите, где я могу его увидеть? Они говорят, вы его больше не увидите. Он уже, ну, 13 лет назад умер. Нет, может не 13, поменьше, наверное. И он, говорит, опустил голову, и слезы покатились. И рассказывает. 15 лет назад меня арестовали здесь, в Каннске за какое-то большое преступление. Это, говорит, уже мой четвертый срок был. До этого он три срока отсидел. За эти три срока я потерял семью, родство. У меня ничего не было. И у меня отношение к людям было зверское. Я понимал, что если я не съем, то меня съедят. Ну, образно говоря. Я, говорит, знал, что любовь, сострадание, милосердие, это все сказки. В этом мире ничего нет доброго. Все только ради своих интересов живут. И вдруг я поменял взгляды, когда встретился в камере Каннской тюрьмы с Колей Мельниковым. Это вот Володя рассказывал. Его в Каннске арестовали, когда ему оставалось полтора месяца ссылки. И еще дали три года. И под следствием они сидели в одной камере. Встретившись с Колей Мельниковым, я понял, что есть и любовь, и милосердие, и сострадание в мире. Да, его трудно найти, эти качества, но оно есть. И теперь я точно знаю, потому что я встретился с Колей Мельниковым. Мне, говорит, когда осудили, мне дали 15 лет. Я вот сейчас только освободился. И эти 15 лет я жил с одной надеждой. Освобожусь, найду Колю Мельникова и ближе с ним познакомлюсь. И поэтому он заплакал, когда узнал, что Коли уже нет. Вот такой короткий штрих, а приятное свидетельство, да? Встретившись с Колей Мельником, я понял, что есть любовь, милосердие и сострадание в этом мире. А до этого он думал, что у этого уже ничего нет. Но это так, не по теме немножечко. Нет, он не покаялся. Вот это он только побыл один раз на собрании и ушел, не знаем куда. Ну, я пришел на вечернюю, а он был утром. Я его не видел. Это мне уже верующие рассказали. Это так, дополнение немножечко странички узника. Братья и сестры, у вас сегодня общение о благовестии. Ну, и практически немножечко братья делятся. Ну, признаюсь откровенно, я ехал к вам на общение о том, что сегодня будет общение о благовестии, не знал. Ну, как-то так не очень мы хорошо, видать, проинформированы были. Я знал, что общение будет на тему «Сеграду Скоро». Но тема, которую я хочу вам предложить, она очень хорошо вписывается и в тему «Сеграду Скоро», и в тему благовестия. То, что отклонения от темы не будет. Тема «Победная жизнь». Имеется в виду победа над грехом. Почему я говорю, эта тема вписывается вот в тему общения? Потому что, говоря о Христе, не имея победы, силы слова иметь не будет. Один брат рассказывает на палаточном благовестии, ну, учат молодежь там беседовать с людьми. И вот я слышу, одна сестра беседует и говорит, ну, с человеком, пришедшим на служение евангелизационное в палатку и после служения уже личной беседы. Она говорит, вы даже не представляете, как хорошо быть христианином. Вы даже не представляете, как хорошо, когда мир Божий в сердце твоем Господь пошлет. Как это все здорово. Ну, так она его приглашала, чтобы он пришел ко Христу. Прошло несколько дней евангелизационного служения. И потом эта молодая сестра подошла к служителю, который, ну, с другой церкви был, он, ну, приехал на это благовестие, подошла побеседовать. И говорит, у меня на душе такое творится, что я, ну, уже потеряла смысл в жизни. У меня нет победы над грехом. Я грешу, опять каюсь, каюсь и опять грешу. И настолько я устала от этого, что уже жизни не рада. А я помню, как она свидетельствовала человеку, как хорошо со Христом. Да как же он поверит, если у тебя жизни нету? Братья и сестры, а ведь это нередко так бывает, да? Я помню, один юноша подходит ко мне, ну, наверное, приблизительно восьмой раз исповедовать один и тот же грех. ну, переживает очень, бледнеет от переживания и волнуется. Помолились, какие-то советы даю. Ну, уже перед тем, как расстаться, я говорю, знаешь, Господь хочет, чтобы ты жил свято, чтобы у тебя победа была. И у Господа есть сила для этого, чтобы ты жил победной жизнью. Но если еще упадешь, ты еще подойди ко мне. Он тогда заплакал, говорит, а можно? Конечно, можно. А он говорит, а я думал, мне уже стыдно подходить. Вот это последний раз подойду, и если опять не устаю, то, наверное, махну рукой и уйду в мир. Потому что я устал уже. Я поднимаюсь и опять падаю, падаю и падаю. У меня тогда возникает вопрос, ведь Иисус Христос сказал слова, которые записаны в книге Евангелия Атеана, 8 глава, я даже прочитаю их, 8 глава, 34 стиха я начну читать. Иисус отвечает им, отвечал им, истинно, истинно, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. 36 стих. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Господь Иисус провозгласил, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. А почему у нас в христианской жизни так много скорбей, слез, переживаний именно по этой причине, когда внутренняя борьба, и бывает настолько ожесточенная эта борьба, что уже ничему не рад. Поднимаешься и опять падаешь, поднимаешься и опять падаешь. Вот на плакате, которое вот здесь я хочу показать вам, вот тут внутри написано «Победная жизнь». И вот этот стих, который я прочитал сейчас, и так, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Братья и сестры, сегодня это слово имеет силу. Потому что Христос сказал «Небо и земля придут, но слова мои не придут». То есть не пройдут, то есть исполнится обязательно так будет, как сказал Господь. И сегодня это слово Господа в силе. И поэтому есть нам о чем порассуждать. А почему в практической жизни у многих ну вообще-то борьба это бывает до изнеможения во всех. И потом кто-то находит ну где вот эта сила, где ее черпать силу для победной жизни. А кто-то и до конца жизни барахтается и не может найти этот источник силы. Хотя церковь ходит, хотя Слово Божие читает как будто бы, и тем не менее вот остается в таких переживаниях. Когда-то апостол Павел, ну в целом-то апостол Павел излагая суть Евангелия описывает, и поэтому и седьмая глава помещена в послании к римлянам. Но это его личные переживания были, это переживания каждого христианина, кто встал на путь Господень. Вот я прочитаю несколько стихов, как эти переживания описывает апостол Павел. Седьмая глава, ну начну с семнадцатого стиха, нет, с шестнадцатого. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Вот здесь апостол Павел открывает мысль такую или вот истину такую, что во мне что-то живет, которое портит мне всю мою жизнь. Что это за грех? Какой грех? Дальше будем читать. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же я делаю то, чего не хочу, уже не я то делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Как это в практической жизни бывает? Апостол Павел говорит, что это закон. Что такое закон? Я хочу так, чтобы и детям было понятно, чтобы им не скучно было. Что такое закон? Закон это значит, если сделаешь вот это, то обязательно будет вот это. ну, к примеру, если залезешь на ветку с ножовкой и будешь пилить ту ветку, на которой сидишь, то обязательно упадешь. По-другому не будет. Это закон. Или, допустим, если зайдешь на лед, который толщиной один сантиметр, ты обязательно провалишься. И не нужно думать, что ты не провалишься. Ты обязательно провалишься, потому что такой лед удержать не может. Это закон. То есть, другими словами, закон это иначе не бывает. Только так. И вот апостол Павел нашел закон в себе. Какой закон? Когда я хочу делать доброе, прилежит мне злое. Это значит, вот сидит христианин и думает, как я устал от того, что я раздражаюсь. Принимаю решение с сегодняшнего дня раздражаться не буду. Обязательно через полчаса ситуация такая сложилась. Раз опять вышел из себя, распсиховался и все. Вот как закон, только приму решение, обязательно это случится. А я хочу жить свято. Я переживаю, я плачу, я каюсь, исповедоваюсь и опять принимаю решение. Я плохих слов говорить не буду. Ну как закон, как приму решение такое, обязательно опять ситуация и опять кого-то позвал. Вы или говорите громко, что все слышали, или тогда не перебивайте. А то мы с вами разговариваем, а все не слышат. так так вот что это за закон и что это за грех живет во мне? Этот грех это я. Это я и есть. Вот такой я и есть, что способен только на плохое. Ну хорошо, но во Христе Иисусе есть же освобождение от этого и Христос пообещал если Сын освободит вас то истинно свободны будете и тогда у меня вопрос ну если бы не было обещания если бы не было силы во Христе тогда понятно и с этого закона никто из нас выйти не может но если есть Христос если есть голговская жертва если есть сила Божья для победной жизни и Христос этого хочет и я этого хочу а почему нету победы вот как раз об этом и пойдет наша беседа ну вот этот плакат сегодня будет только вступительное слово к этой теме если живы будем Господу будет угодно тогда мы продолжим вот помните место святого слова сказано так что имя Господне крепкая башня и убегает в нее человек и бывает безопасен то есть в имени Господнем можно укрыться и быть защищенным вот эта схема нарисована вот в виде этой башни вот вот это ограждение которое ограждает человека от нападков дьявола ну как это вот ограждает да дьявол сильнее нас но не сильнее Бога я приведу такой пример однажды пришел я побеседовать ну сестра покаялась приближенная она готовится к крещению и я пришел с ней побеседовать ну обычно как мы свои дома уже хорошо знаем ну верующих а это был дом для меня незнакомый ну я знал точно что она здесь живет и вот я открыл калитку достучаться не могу а во двор заходить боюсь потому что очень большая собака во дворе собака сидит в будке я вижу что она на цепи но я не знаю где ее цепь кончается она сидит в будке и злыми глазами на меня смотрит и рычит еще не лает просто рычит то есть она в ожидании что я буду дальше делать я стою открыл калитку в открытой калитке стою я на нее смотрю она на меня и рычит я боюсь заходить почему потому что она сильнее меня она меня покусает она очень большая и сильная собака но в один момент она больше не выдержала она выскочила натянула цепь и теперь все теперь нам же мне не страшно теперь я вижу длину цепи я сразу определил что она до дорожки которая проходит по наддомам она не достанет и тогда я пошел она рвется лает ну где-то полметра от моих ног ну неприятно неприятно но не страшно я я спокойненько прохожу цепь такая хорошая хорошая цепь я тогда прошел и все и она мне ничего сделать не может я это сравниваю вот с чем дьявол это очень злой пес но на цепи и священное писание не одно место писания об этом говорят ну допустим живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится то есть есть место есть территория куда дьявол достигнуть не может и там цепь надежная бог его ограничил и имя господня крепкая башня и туда пес не достанет и там мы находимся в безопасном состоянии таком и вот есть вот эта крепкая башня вот эти вот ограждения смотрите вот одно второе третье мы потом будем чуть-чуть о некоторых подробнее говорить о некоторых бегло потому что время у нас не хватит на все если вдруг какого-то из этих ограждений не будет вот допустим вот это убрать тогда мы не защищены да тогда уже дьявол будет проникать туда и наша безопасность закончилась победы не будет ну вот такую мысль скажу а потом перейдем к рассуждениям о вот ограждениях которые здесь нарисованы на плакате скажите христос за всех умер или нет а в небе все будут или нет а почему так христос умер за всех но не все будут в небе объяснение простое спасение обусловленное то есть бог поставил условия есть люди неправильно понимают отношения с богом и богу условия ставят а нам не дано право условия богу ставить ну допустим если бог совершит чудо чтобы я увидел я в него уверую то есть я богу ставлю условия а это неправильная постановка вопроса бог мне ставит условия а я богу не имею права или там если бог мне даст машину или чего что-то то есть богу условия ставить а какие бог условия поставил для спасения ну вот когда задали в день пятидесятницы петру вопрос мужи братья что нам делать он ответил покайтесь сюда кризиса каждый из вас и получите прощение грехов и дар святого духа то есть моя мысль такая спасение обусловленное и для того чтобы получить спасение нужно чтобы человек выполнил те условия которые ставит бог если кто не выполнит условия тот погибнет а условия не выполнить может человек только по двум причинам или он не знал об этом условии или не захотел но для того чтобы первой причины не было не знал вот для этого нужны благовестники для этого и вы сегодня собраны здесь чтобы первой причины не было чтобы все люди знали Поэтому нужны и библиотеки, и палаточные благовестия, и личные беседы, чтобы все люди знали, что есть спасение, есть условия. Условия – это покаяние и принятие Иисуса Христа в сердце свое. То есть покайтесь и обратитесь, как апостол Петр в следующей проповеди своей, в третьей главе «День Ани Апостолов» сказал. Покайтесь и обратитесь. И тогда будете спасены. Итак, братья и сестры, я не имел в виду сейчас принципы евангелизации преподавать, это первый брат об этом говорил. Я это сказал для сравнения. Как обусловлено спасение, так точно обусловлена и победная жизнь. Слова Христа «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» – они сегодня в силе, но только для тех, кто выполняет условия, Богом поставленные. Еще такой пример скажу, и тогда перейдем уже к обсуждению этих условий. Я когда-то работал водителем на большой тяжелой машине. Ну, моя машина весила 17 тонн. Ну, она легко двигалась по городу и по трассе, потому что там стоял мощный дизельный двигатель. И настолько он мощный, что даже, ну, таксистов бывало обгонял по городу, потому что идет очень легко, хотя тяжелая машина. Предположим, что вдруг заглох двигатель, а мне нужно доехать до гаража. Если я буду сидеть просто бездействовать в кабине, машина от этого двигаться не будет, мне что-то надо делать. А что мне делать? Два варианта есть. Можно выйти, упереться в задний борт и сильно толкать. Сильно-сильно много прилагать усилий. И там надо рваться и упасть. Есть второй вариант – открыть капот. Приложить усилия тоже, но усилия, которые подсильны мне. Устранить поломку, найти причину, почему двигатель заглох, устранить поломку и запустить двигатель. То есть, чтобы в действие включить мощность двигателя. И тогда машина опять легко пойдет. Иногда христиане, скажите, без старания со стороны человека может победна жизнь быть или нет? Не может. А почему иногда изнемогают и падают, но победы нету? Не в том направлении употребляют усилия. Толкать машину не нужно. Нужно сделать все, чтобы запустить в действие мощность двигателя. И тогда будет успешно. Итак, это сила есть. Это сила во Христе Иисусе. Он сказал, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если будем бездействовать, то есть с нашей стороны ничего делать не будем. Такой евангельский пример скажу. Ну вот, сотрудничество Божьей силы и человека. Умер Лазарь. Приходит Иисус Христос с учениками своими в Вифанию. Вышла Мария и Марфа в заселение. Встретили его там. Плакали. И он прослезился. Потом говорит, покажите, где положили. Марфа, ты веришь, что воскреснет брат твой? Да, верю. Воскреснет последний день. Ну, покажите, где положили. Приходят. А пещера, где лежал Лазарь, была закрытая. Камни приваливали. Я не знаю, братья и сестры, какой это был вход туда. Может быть, это лаз было. Может быть, дверь была. В любом случае, если каменная дверь, это тяжелый камень. Ну, если даже метровый лаз, то все равно метровый камень – это вес. И подтверждение этому, когда в день воскресения Христова женщины шли с миром, чтобы совершить помазание, то у них было только одно переживание – кто нам камень отвалит? Значит, камень тяжелый был. И вот Иисус Христос с родственниками, с Марфой, Марией, с учениками подошли к пещере, где лежал Лазарь. И говорит, отвалите камень. Я думаю, что там ни один, ни два мужчины должны были поднапрячься, чтобы камень отвалить. Скажите, а силы слова Господа хватило бы, чтобы камень сам отвалился? Но он это не сделал, правда? Он сказал, вы отвалите. А мужчины могут отвалить камень? Могут. А Лазаря поднять? Ну, если там их пять было, к примеру, мужчин, да. А если бы десять собралось, они бы подняли Лазаря? Сколько бы ни собралось, все равно не поднимут, да? Ну, ладно, это сделает Господь. У Него есть эта сила. Лазарь, выйди вон. Скажите, а силы слова Господа хватило бы, чтобы веревки, которыми связан был Лазарь, чтобы они опали с него? Но он это не сделал, да? Он уже это сестрам говорит, развяжите его. Воскресить воскресил, а развязать вы должны. Вот здесь видим мы такое сотрудничество. То, что должен сделать я, Бог за меня делать не будет. Я это должен сделать. Камень отвалить, веревки развязать. А то, что мне не подсильно, то он сделает. Лазарь воскресить Христос сделал. Дать свободу от власти греха, это он сделает. Если сын освободит, то истинно свободны будете. А то, что должен я сделать, он за меня делать не будет. Это должен я сделать. Вот это как бы главная мысль в нашей беседе. То есть, ты должен выполнить те условия, которые Бог поставил для победной жизни. И тогда Господь освободит. И тогда и в моей жизни, и тогда и в твоей жизни исполнится обещание Христа. Если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И еще одна мысль из вступления. Вот, если мы будем прилагать много усилий и стараний в одном направлении, да, оно условие правильное, но в одном направлении, это не освободит нас от власти греха. То есть, ну, вот эту мысль я думал, как ее выразить, и поэтому вот такую схему нарисовал. Что она построена, как башня, которая со всех сторон ограждает. Ну, допустим, вот чистое сердце. Это на моем плакате, здесь второе ограждение. Чистое сердце. Как получить чистое сердце? Вы же знаете, да? Вот если сделан грех, ну не все же потеряно. Можно получить чистое сердце, а как? Покаяние и исповедание. Совершенно правильно. И вот я вот рассказывал за юношу, который восьмой раз исповедовался, да? Я скажу, братья и сестры, откровенно, мне стыдно об этом сказать. У меня есть тоже случаи, когда я в один и тот же грех несколько раз исповедовал. И мне стыдно за это. Ну, так бывает. Я думаю, что и для вас это не чуждо. То есть, если упал, то надо исповедовать. Это точно. Но, сейчас я не помню, с кем эта беседа была. Говорит, ну почему? То есть, исповедал, помолились, он говорит, а вопрос можно, можно. А почему так? Я уже столько раз исповедался, и все равно падаю. Это можно сравнить вот так вот, вот это условие, чистое сердце, да? Если не один заборчик поставить, а так второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и все в одном месте ставить заборчики, а остальные не ставить, то дело не поможет. Ну, что толку, что в одном направлении будет восемь заборов стоять, а остальное все открытое. И поэтому не только нужно исповедание для того, чтобы не грешить, а еще есть другие условия, которые нужно выполнить. И мне очень нравится книга Неемии, мы как-то у нас в Мерефе на Общем Братском проходили разбор этой книги, так подробный. И там, когда начали строить стену вокруг Иерусалима после Вавилонского плена, то сразу одновременно все стороны стали строить. Если бы они сделали так, вот взяли один участок, построили до конца, потом второй участок, и вот уже половина бы построили, и началась бы война. Враги бы легко зашли в город. Ну, там был такой случай, когда сказано, и стена была построена до половины ее. Но она вся строилась по кругу до половины тогда, уже не так просто войти в город. Я, правда, не знаю, какая высота стена была вокруг Иерусалима. А вот где-то я читал, вокруг Ниневии, город Ниневии, это столица Осирии, там была стена 45 метров высотой. Это как 14-этажный дом. Ну, если до половины ее сделать, то тоже уже хорошая защита, правда? То есть, мы эти стены должны строить и строить, но сразу все, не одну сторону. Ну, вот эта мысль, я эту мысль хочу отобразить именно схемой. Итак, сейчас я как бы в вступительном слове, чтобы сегодня закончена мысль была, а потом, если живы будем Господу, угодно будет, продолжим завтра рассуждения эти. Я хочу дать характеристику всем этим вот, ну, аспектам. Вот здесь их восемь, восьмигранник, то есть вот эта башня с восьми условий состоит. Братья и сестры, хочу сказать, что я не претендую, что я все условия усмотрел. Это, ну, лично моя схема, я ее вырисовал. Ну, и преследование этого вопроса, вот те вопросы, которые я нашел, и вполне возможно, что вы даже подскажете еще, еще нужно добавлять будут какие-то стороны. Ну, то, что я нашел, поэтому это, ну, непретендую на идеальность, вот, схемы этой. Вот первое. Уверенность в спасении. Я попрошу братьев прочитать, Павлик, открой, 1 Фессалоникийцам 5.8. Мы же, будучи сынами дня, дотризимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Смотрите, здесь облегшись, то есть одевшись в шлем надежды спасения. Ну, созвучное место еще есть в Ефесянам 6 главе. Там, где все оружия Божьи, и там есть шлем спасения. Ну, в этом месте оно лучше звучит. Шлем надежды спасения. То есть я имею надежду, что я буду на небе обязательно. А надежда не постыжает. То есть это уверенность в спасении. А чем является вот уверенность в спасении, если вот по данному шлем. Что такое шлем? Это защитное средство. Ну, как раз мы об этом сегодня и разговариваем, да? О защите от нападков дьявола, от его раскаленных стрел, и при том защита головы. Шлем. Ну, здесь я вот с головой связано, что еще такую мысль хочу сказать, что в нашем сознании, в нашем уме должно всегда пребывать ясность о личном спасении. То есть уверенность в спасении. Мы должны осознавать это, осмысливать. Иметь уверенность в спасении, это наш удел, это наше преимущество, и это наша защита от нападков дьявола. Я сейчас не буду говорить о том, как ее получить, как ее сохранять. Я уже сказал, что если Господь позволит, то завтра об этом поговорим. На чем строится наша уверенность? Кто имеет право утвердиться в личном спасении, чтобы не обмануться же, чтобы не быть обольщенным? Потому что если ложное обольщение будет, то в критический момент вера поколебается, ты потеряешь. Если правильно будет строиться наша уверенность, тогда в самый критический момент не теряется. И хочу рассказать один пример. Один брат-служитель рассказывал, летел он с женой на самолете, а у них 10 детей тогда было, а потом еще детки рождались. Но в тот момент 10 детей было. И вдруг загорелся самолет. И все пассажиры, иллюминаторы видят, что с крыла пламя такое, самолет загорелся. Паника такая в самолете. То обычно стюардесс объявляет, а то командир корабля вышел в салон, приказал всем пристегнуться, не паниковать. Крик поднялся в салоне. Он громким голосом крикнул, все замолчали. И приказал пристегнуть ремни, не вставать, не кричать, не паниковать. Ну и люди в оцепенении таком ждут, что дальше все понимают. В любой момент взрыв, там же бензобаки в крыльях. И такое напряжение. Ну и брат рассказывает, говорит, а я обращаюсь к жене и говорю. Ну сейчас все понимаем, что возможно сочтены секунды нашей жизни. Я хочу поинтересоваться, как у тебя с уверенностью в спасении? Ты уверена, что сейчас мгновение и ты в Царстве Небесном? Жена говорит, да. Я твердо имею веру, что Христос мой Спаситель и мое имя в книге жизни записано. Он говорит, ну и у меня есть уверенность. Помолились, поблагодарили, прославили Господа за спасение. А теперь о детках помолимся. Потому что 10 детей остаются, но у нас есть упование. Господь Бог сказал, я буду отец, сирот и вдов. Помолились о детях. Ну пока они беседовали и молились, пилот с огнетушителем проник в крыло и затушил. Вернулся, благополучно сделал посадку. Все люди вздохнули, счастливчиками себя считают. Ну там проверка была, правда? Братья и сестры, если будет ложная уверенность, в такие моменты она не устоит. Она рухнет, потому что там уже другие параметры рассуждений человека. Так вот, это одно из условий. Если человек, христианин, не имеет уверенности в спасении, такой христианин победной жизнью жить не сможет. Это одно из условий. Итак, братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас сегодня себе ответил на вопрос. А я имею полную ясность в вопросах спасения? Имею ли я уверенность в спасении? Если нет, нужно проанализировать, а что мне мешает? Какие причины или какие вопросы лишают меня уверенности? Чтобы поправить те вопросы и получить эту уверенность. Ну, если я уже сказал, если Господь позволит, мы завтра об этом подробно поговорим. Второе условие. Чистое сердце. Ну, у кого открыто, 5-8 прочитать. Или я процитирую. Блажен и чистое сердце, ибо они Бога узрят. Ну, узрят Бога, это значит увидеть Его силу, Его могущество. Ну, в целом, это условием Его можно было бы, если нам бы делать раскладку об уверенности в спасении, оно и там будет применимо. Без чистого сердца человек уверенности в спасении не может иметь. И поэтому я чуть-чуть даже колебался. Или его не вводить сюда, вот, ну, в это вот ограждение. Вот, как отдельно. Или включить его сюда в уверенность в спасении, потому что без него не бывает уверенности в спасении, без чистого сердца. Но все-таки решил включить, знаете почему? Я сейчас поясню. Бывает так, что человек, имеющий добрую совесть, сознательно грешить может или нет? Имеющий добрую совесть, сознательно грешить может или нет? Может, братья и сестры, может. Ну, об этом завтра мы поговорим. Может, сознательно грешить может, имеющий добрую совесть. И даже может погибнуть потом. То есть потерять спасение. Все это, ну, существует такая опасность. И у практической жизни христиане, имеющие уверенность в спасении, имеющие добрую совесть, мараются и опять очищаются, и опять исповедуются. То есть в этом вопросе не так, что разовое действие сделал и навсегда. Нет. Пока мы в этом мире, есть опасность запачкаться, и поэтому нужно всегда следить. Поэтому и сказано, да испытывает же себя человек. Поэтому и сказано, ну, я сейчас другое хотел сказать, да испытывает себя человек, верили вы, да? Исследуйте себя, верили вы. А да испытывает себя человек, и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. То есть Господь предусмотрел так, что каждый раз, когда мы участвуем в вечере Господней, чтобы мы проверили себя, все ли у меня чисто. Да испытывает же себя человек. То есть человек должен, христианин, чтобы иметь защиту силой Божьей от нападков сатаны, должен всегда быть бдительным, всегда на страже стоять, чтобы сохранять чистое сердце. И если запятнал, то очиститься. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ну, об этом, я думаю, что мы и завтра уже не вернемся, потому что, ну, это простая мысль, и она понятна. Следующее. Твердая позиция или мертвый для греха. Хочу сказать, об этом нужно бы нам немножечко остановиться, потому что очень часто именно в этом вопросе люди не ограждены, христиане. Вот в отношении чистосердца исповедуются, каются, а вот в позиции твердой, вот здесь часто дьявол имеет успех. И поэтому думаю, что мы здесь немножечко остановимся на этом. Ну, я уже сказал, не сегодня. Эта мысль в послании к Римлянам хорошо изложенная. Ну, не только в послании к Римлянам. Есть и другие места Писания. Так и вы считайте себя мертвыми для греха. То есть и... Ну, есть здесь о чем порассуждать, при каких условиях это может быть, как это в практической жизни. Потому что, ну, исповедуются, а когда попадают в искушение, легко опять падают, легко прельщаются. То есть нет твердой позиции. А это должен я занять эту позицию. Бог сохранит, если я займу. Мне повелите, так и вы считайте себя мертвыми. Это сторона человека. Ну, это, если Господь позволит, тогда попозже мы поговорим подробнее. Вот это тоже сторона посвящения Богу. Или живой для Бога. Римлянам тоже 6.11. Там сказано так. Так и вы считайте мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Другими словами сказать так. Если наше сегодняшнее общение включить, то есть благовестие, скажем, устами исповедуем ко спасению, сердцем веруем к праведности, а устами исповедуем ко спасению. Вот это сегодняшнее общение о благовестии включается в это вот ограждение. Жизнь, посвященная Богу. То есть для спасения нужно что-то делать. Это нужно благовествовать. Устами исповедуем ко спасению. Но не только ко спасению. Вот сегодня брат Павел говорил, проповедь первый, да? Я за Ананию. Анания. Вот я. То есть готовность повиноваться. И без такой готовности, и без практического повиновения по бедной жизни не бывает. Другими словами сказать так. Ну, я чуть-чуть уже наперед даже забегаю. Да, можно было бы это завтра, но сейчас я прочитаю. Римлянам 6 глава. 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. То есть, так, чтобы Богу полностью себя не посвятить, а ставить за собой право решать свои вопросы. Но жить по бедной жизнью так не бывает. Человек будет или мертвый для греха, живой для Бога, или живой для греха, мертвый для Бога. Но так, чтобы и не трудиться, и жить по бедной жизнью, так не бывает. Или-или. И хочу сказать, что часто христиане именно вот в этом тоже имеют ущерб, когда не понимают этого. Один брат у нас, ну я его лично хорошо знаю, очень технически, он еще был мальчиком маленьким, ну как маленький, может быть лет 10-11 было. Уже тогда сконструировал самодельную машину, поставил мотор от моторчика, и по селу у себя катался, все удивлялись, как он такой маленький сконструировал машину. Ну очень технический такой. И такой он и в жизни. Вот ему, ну лучшего ничего нет, как что-нибудь конструировать, переделывать. Ну и такого, наверное, не было. Не помню случая, чтобы он что-то взялся за техническое, что-то не получилось. Всегда все получается. Просто удивляться. И он рассказывал, говорит, когда он уже понял, что нужно не только покаяться, но нужно жизнь свою Богу посвятить, отдать себя на служение, то есть занять позицию такую, быть покорным Богу, и куда бы Господь ни позвал, что бы ни поручил, беспрекословно откликнуться. Я, говорит, я понимал, что правильно занять такую позицию, и потом утверждать в жизни эту позицию, но, говорит, долго я не соглашался. Мне страшно было, если я соглашусь, тут вопрос даже не то, что я Богу скажу, да, исповедание тоже имеет значение, но сердце занять эту позицию покорности Богу. Я, говорит, долго я не соглашался, по такой причине. Мне кажется, что Бог меня пошлет на какое-нибудь очень важное служение, а вот любимого дела я лишусь. Ну, его любимое – это техника. Он очень технический. И я лишусь любимого дела. И поэтому, говорит, долго, мне казалось, Бог меня пошлет или в Магадан, или в Якутию на благовестие. Ну, в целом, я и не против. И хочу жить для Бога. Ну, как же я буду без техники? Я ж не могу без нее. Ну, я, говорит, я понимал, что это вопрос-то серьезнее, чем техника. Вопрос серьезнее, чем личные интересы и, ну, привязанность к чему-то. Это вопрос жизни и смерти. И поэтому все-таки это во мне созрело. И я так сначала робко сказал Господи. Я понимаю, что это, ну, необходимо христианину сделать, посвятить себе свою жизнь тебе. Ну, вспомнил тех мужей Божьих, которые, как Иоанн Креститель, ну, другие, которые, ну, полностью себя положили на Божий алтарь. И тогда занял твердую позицию, помолился. И знаете, что Господь с ним сделал? Он его загрузил работой с техникой. Он говорит, я боялся, думал, Бог у меня что-то любимое отнимет. А он мне еще, то есть, он служит Богу. И его трудом, ну, братство пользуется. Но он работает с техникой. Иногда мы так боимся, ну, занять позицию, потому что, а вдруг Господь что-то у меня любимое заберет. А Господь, может быть, еще больше даст. Но правильная позиция, когда жизнь, отданная Богу. Когда мы отдаемся Богу. Вот это вот, ну, посвященная жизнь. Следующее. Слово Божье. Об этом тоже мы долго не будем останавливаться, потому что нет времени у нас. А только вот место Писания. Ну, я процитирую на память. 118 Псалом, 11 стих. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Для чего? Чтобы не грешить. Что сделал? Слово Твое сокрыл. Смотрите, как оно хорошо на своем месте здесь, да? Как условие. Чтобы не грешить. Братья и сестры, Сегодня у нас серьезное переживание о том, что молодежь, подростки, ну, теряют интерес к Библии. И если это положение не поправить, ожидает катастрофа христианства. Вот Володя напоминал сегодня, говорил, главы учили наизусть, да? Послания целые учили наизусть. А сегодня учат или нет? Мало, да? Мало учат стихи, мало учат главы, послания. Я помню, когда Батурин Николай Георгиевич освободился, ну, привез сам с собой то письма, то еще записи. Ну, мы интересовались, так мы общались, я недалеко жил от него, и вот смотрю, у него несколько общих тетрадей такие, 96-листовых. Ирио, это что? Он говорит, ну, он 24 года был в неволе. И из 24 лет один год только был без Библии. 23 года Библия у него всегда была с собой. Даже еще в сталинских лагерях он сидел, Библия с собой была. И он говорит, когда вот этот один год не было Библии с собой, я решил, ну, так вот сделать, переписать, что я вспомню на память. И вот эти тетради я писал на память. Ну, я открываю эти тетради, а сын его, Леша, открывает Библию, и мы сразу, ну, допустим, полностью от первой до последней главы Ивангелия от Матфея написано. В некоторых главах несколько слов переставил местами. Смысл не потерял, но переставил местами. Наизусть Ивангелия от Матфея отначально до конца. Следующая Ивангелия от Марка отначально. То есть все четыре Ивангелия наизусть переписал, не имея Библии с собой. Потом несколько посланий, там, ну, с десяток посланий, наизусть. Ну, я думаю, что он-то с юности, ему было 20 лет, когда он первый раз был судимый, и так почти всю жизнь в тюрьмах. У него Библия была с собой, но он ее имел, как будто бы последний день имеет. Ну, условия же такие, они сегодня-завтра заберут. И поэтому он дорожил каждой минутой. Может быть, эти условия его, ну, может быть, еще способности природнее у него, потому что у детей его тоже сильная память. Может быть, это природнее еще имеет значение. Но, тем не менее, усилия нужно прилагать. И слово твое сокрыл я в сердце моем. Как это в практической жизни? Это значит, читать регулярно Библию, научиться рассуждать. А как научиться рассуждать? Мальчики, вы в детских группах подростковых занимаетесь, вы сейчас дневнички заполняете чтение Библии по графику или нет? Заполняете, да? Хорошо. Мы долго думали, ну, вообще, о всем братстве. Ну, как приучить детей мыслить? Ну, прочитать еще можно заставить. А как мыслить? Вот этот, вели дневнички такие, чтобы все дети и подростки должны прочитать, ну, там, восемь разных этих графиков или календариков вышло для восьмилетних, для девяти, для десяти, и так до пятнадцатилетнего возраста. Там оно все обдумано так, чтобы сначала, пока маленькие дети, легкие книги Библии читали, потому что, ну, Евангелие, допустим, от Марка прочитать, или книга второзакония. Конечно, второзаконие труднее, да? А для детей сначала легкие книги, а потом и тяжелые, и к шестнадцатилетнему возрасту самые трудные места по одному разу прочитают. А те, которые полегче, и по восемь раз уже, и по семь раз прочитают. И предлагают там, или даже настаивают, убеждают в том, чтобы все дети вели дневнички. Не просто прочитал, а порассуждал. Бывают вопросы должны руководители составить наперед, прежде чем начали читать эти главы. Вопросы составить, чтобы, читая эти главы, ответить на вопросы заданные. То есть научить мыслить. Научить изложить мысли свои в письменном виде. Это с какой целью? С одной целью, чтобы слово Божье слагать в сердце своем. Чтобы читать, рассуждать и заучивать. И чем больше христианин слагает в сердце свое слово Господнее, тем крепче вот эта защита. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою. Тогда вот это ограждение, оно все прочнее и прочнее становится, защищая нас от нападков дьявола. Ну, в следующем ограждении есть здесь ошибочка. Здесь не 4 стих, а 41 стих. Здесь единичку не дописали. Ну, а слова там такие, Господь сказал, это в Есимании, когда беседа с учениками, спящими. Он сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот здесь и принцип сразу Господь открывает. Ну, каким образом грех совершается? Сначала человек в искушение впадает, а потом делает грех. Так, чтобы даже еще и до греха не дошло, чтобы не впасть в искушение, Христос рецепт такой дает, рекомендацию, молитесь. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня ответил на такой вопрос, а как у меня молитвенная жизнь? Достаточно ли я пребываю в молитвах? Или как-то набегу, или угасает молитва? Сегодня есть об этом переживание. Вот как христиане ведут молитвенную жизнь. И если молитва угасает, ну, тогда неудивительно, что придется потом часто исповедоваться, да? Вот если этого ограждения нет, то вот здесь постоянные пробои бывают, да? Ну, следующее условие. Пост. Ну, здесь конкретно местописание сказано, Матфея 17, 21. Сейрод изгоняется постом и молитвой. Ну, непосредственно здесь идет речь об изна небесах. Но здесь же открывается принцип борьбы против духов злобы. Много может усилена молитва праведного. А чем ее усиляют? Постом. И поэтому, если в жизни христианина есть молитвенно хорошая жизнь, в постах бывает, тогда этот христианин будет крепкий, устойчивый против искушений дьявольских. И его жизнь будет победной жизнью. Ну, и последнее условие, об этом тоже мы попозже поговорим подробнее, это послушание. Почему я считаю об этом тоже поговорить подробнее? Вот я уже скажу, вот намерение у меня об уверенности спасения поговорить немножечко, о твердой позиции считать себя мертвым для греха, о посвящении Богу и о послушании. Потому что, ну, на мой взгляд, в этом вопросе многие христиане тоже, ну, неисполнительные, страдают. Вообще тема послушания, она неприятная тема. Неприятная. Я вам назову несколько тем или несколько мест Писания, и вы проанализируйте, вы в этом убедитесь. Дети, вам нравится, когда с вами проводят беседу? Дети, будьте послушны родителям. Ну, я скажу, не нравится. Я вот в лагерях занимаюсь с детьми, когда хочу провести беседу о послушании, то даже какое-то название другое придумываю, более интересно, потому что если скажу, что сегодня будет о послушании, дети будут уже без настроения идти на беседу. Но не нравится эта тема. Сестры, вам нравится такое местописание? Жены, повинуйтесь своим мужьям. Тоже не нравится, да? Друзья, а вам нравится такое местописание? Младшие, повинуйтесь пастырям. Я помню, даже когда-то тоже за Николая Георгиевича вспомнил. Я не помню уже ситуацию, но помню, что на членском собрании Николай Георгиевич Батурин спрашивает одного брата, прочитал это местописание, младшие, повинуйтесь пастырям. И говорит, тебе не обидно, что Слово Божие тебя младшим называет? Он чуть помялся, говорит, да нет, не обидно. Ну, против Библии, разве скажешь, да? Конечно же надо говорить. Да нет, не обидно. Ну, если не обидно, тогда подчиняйся. Ну, Библия требует, младшие, повинуйтесь пастырям. Или еще сказано, всякая душа добудет покорно высшим властям. А я скажу, мы часто можем ругать их, властей, да? Недовольство высказывать. Роптать можем. А Писание учит, всякая душа. Конечно, тут не надо путать, не всякая церковь. Церковь повинуется только Христу, потому что глава церкви – Христос. А по гражданским вопросам, всякая душа, властям надо покоряться, нам тоже не хочется. Сегодня мы живем в такое время, когда сознательно уничтожаются все авторитеты. Родителям дети не покоряются, школьники и учителям не покоряются, члены церкви и учителям не покоряются, да еще и насмехаются. О, авторитет! Авторитет! Конечно, Бог поставил авторитеты. В семье авторитет родителей. Или если говорить о взаимоотношениях мужа и жены, авторитет мужа. Конечно, если кто-то свой авторитет подрывает, это плохо. Ну, а Бог за то, чтобы были авторитеты. Да и в конце концов сказано, повинуясь друг другу. Братья и сестры, вы знаете, какой самый первый грех был вот в Едемском саду? Непослушание, да? Это коренной грех. Это самый первый грех непослушания. И поэтому местописание, которое вот здесь поставили, Евреям 3,18, там такие слова. «Против кого же клялся Господь, что не войдут в покой Его, как ни против непокорных». Ну, вот здесь слово потреблено «клялся». Нам Бог клясться не разрешает. Знаете почему? Потому что мы не всемогущие. Мы не все можем выполнить, то, что можем поклясться. А Бог имеет право клясться. Потому что Бог всемогущий, и Он все может сделать. И поэтому Бог может сказать клятву. И вот Бог сказал клятву. Ну, простите, я скажу, как это? Бог сказал так, «Я клянусь, что непослушные в мой покой не войдут». Вот так все серьезно, понимаете? «Против кого же клялся Господь, что не войдут в покой Его, как ни против непокорных». Итак, эта тема, она неприятная, но жизненно важная. Если у нас время позволит, я думаю, что мы немножечко еще коснемся этой темы о послушании. Итак, братья и сестры, Господь Иисус имеет силу дать нам освобождение от власти греха. Чтобы мы жили, нося в сердце своем радость. Всегда радуйтесь, Писание говорит. Чтобы нам не унывать. Чтобы нам иметь победу. Да, когда ты и упадешь, если, то опять очистился, и опять победной поступью идешь. Но побеждать. И побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел на престоле с Отцом моим. И во Христе Иисусе есть сила. И Он сказал, если Сына освободит вас, то истинно свободны будете. А вот то, о чем мы сейчас говорили, это условие, которое мы должны выполнить для победной жизни. Итак, братья и сестры, да благословит Господь всех нас быть миссионерами, благовестниками, но побеждающими. Чтобы мы жили победной жизнью, силой Божьей, Его свободой.